На прошлом занятии мы познакомили с вами с понятием параметрического полиморфизма. Мы говорили, что функция параметрически полиморфна, если она может вызываться на произвольном типе данных. Она никак не использует информацию о данном конкретном типе данных. Тот тип, на котором эта функция вызывается, обозначался просто произвольной типовой переменной. Сегодня мы поговорим про другой случай, про так называемый специальный полиморфизм. Специальный полиморфизм устроен по-другому. Функция по-прежнему может вызываться на разных типах данных, но каждый тип данных, который использует специальный полиморфизм, должен обеспечивать реализацию соответствующего интерфейса для того, чтобы функция могла его вызвать. Этот интерфейс в Haskell называется классом типов. И класс типов описывает интерфейс целиком. И есть еще одно понятие реализация класса типов, реализация представителя. Тип данных должен объявлять представителя класс типов, то есть имплементировать соответствующий интерфейс. И после того, как имплементировал соответствующий интерфейс, мы можем уже в специально полиморфную функцию такой тип данных передавать. Интерфейсы, о которых говорилось, класс типов, они именованы. Давайте сначала посмотрим на то, как в типе функции отражается наличие этих самых интерфейсов. Как мы помним, числовые константы у нас имеют полиморфный тип. Если мы спросим, например, про тип выражения 7, мы увидим, что 7 имеет довольно сложно устроенный тип. Давайте поймем, как он устроен. Если мы в типе обнаруживаем символ следования, то есть знак равенства и знак больше, соединенные вместе, то этот символ разделяет тип на две части. Правая часть, это, собственно, тип выражения. Мы говорим, что 7 имеет тип А. А то, что стоит справа, слева от символа следования, это так называемый контекст. Контекст состоит из двух частей. Во-первых, здесь имеется имя интерфейса, который должен выставлять тип, который используется в правой части. Ну и дальше мы говорим, этот интерфейс применен к соответствующему типу. То есть мы говорим, что 7 имеет полиморфный тип А, но для этого типа А должен быть выставил интерфейс NUM. Интерфейс NUM выставляет целый ряд функций. Это числовые, это, естественно, числовой интерфейс, числовой класс типов. В частности, там имеются функции сложения, умножения, вычитания. Если мы посмотрим на тип оператора сложения, то мы увидим, что здесь тоже присутствует специальный полиморфизм. Оператор сложения определен следующим образом. Это функция, которая принимает два одинаковых аргумента и возвращает, одинаковых по типу, конечно, аргумента, и возвращает значение того же самого типа, но на этот тип, который здесь присутствует в правой части в качестве параметра, в контексте наружено ограничение. А именно этот тип должен относиться к классу типа NUM, должен реализовывать интерфейс NUM. Есть и другие интерфейсы, помимо NUM. Например, интерфейс, который содержит операторы сравнения. Ясно, что мы можем сравнивать разные числа и можем сравнивать строки, поэтому оператор больше, если мы, конечно, спросим об его типе, а не просто введем как выражение, он выглядит следующим образом. Оператор сравнения. Он принимает два аргумента одинакового типа и возвращает булево значение. Именно так должен вести себя оператор больше. Однако на аргументы наложены опять некоторые ограничения. Контекст орд А означает, что тип А, который используется в определении оператора больше, должен быть представителем класса типов орд. Ну, в частности, давайте мы попробуем сконструировать нечто более сложное. Сечение оператора больше числом 7. Мы связываем правый аргумент оператора больше с значением 7. Получаем выражение больше 7. Это унарный предикат, поэтому он будет иметь тип А, бул. Но контекст становится более сложно устроен. На аргумент, который мы должны передавать в оператор сравнения, единственный аргумент, который остался, потому что получившийся предикат у нас унарный, функция одного аргумента. На тип, который мы туда передаем, наложены два ограничения. Во-первых, из-за использования оператора больше у нас наложено на тип А ограничение орд. То есть, соответственно, тип должен выставлять... Мы должны уметь сравнивать значения этого типа. И второй элемент контекста — это ограничение... Ну, поскольку здесь стоит семерка, то очевидно, что аргумент типа А должен быть представителем чисел. Контексты num, a и ort, a — это разные контексты. Например, комплексные числа являются представителем класса типа num, но не являются представителем класса типа ort. Ну, давайте посмотрим еще один более сложный пример. Оказывается, что пары тоже являются представителем класса типов ort, если, конечно, элементы этого пары являются представителем класса типов ort. Вот давайте напишем, такое сечение оператора больше, здесь мы написали пару. Пары сравниваются лексикографически, более того, первый и второй элемент пары могут относиться к разным числам. Это, например, может быть int, а это может быть double. Поскольку мы не ограничили здесь никаким образом полиморфизм, явно не указали типы, мы видим, что тип, первый элемент пары, это полиморфный тип t, второй элемент пары это полиморфный тип t1, и на оба этих типа наложены соответствующие ограничения. t и t1 должны иметь ограничение num и иметь ограничение ord, поскольку, во-первых, здесь должны иметься пара чисел, и, во-вторых, эти числа мы должны уметь сравнивать между собой. Теперь, после того, как мы поняли, как устроены контексты и как они связаны с классами типов, мы можем уже читать сообщения об ошибках, которые мы раньше пропускали. Ну, например, давайте напишем вот такое выражение, используем умножить. Это значит, что у нас возникает ограничение, тип сечения, которое я сейчас устрою, должен относиться к классу типов num. Но здесь я напишу числовую константу, то есть сечение оператора умножения числовой константой, не числовой, конечно, а строковой константой c. После того, как я набрал это выражение, мы видим, что это выражение неправильное, оно не может быть типизировано. Сообщение об ошибке говорит нам следующее, что тип данных char, к которому относится вот этот вот элемент нашего сечения, он не является представителем класса типов num. num, говорится, нет реализации представителя для типа char, так, чтобы он для класса типов num. То есть к тип char не относится к классу типов num, а из умножения возникает ограничение, что умножение требует аргументов, относящихся к классу типов num, а char не таков. Ну вот соответствующее сообщение об ошибке говорит нам, что мы сконструили выражение, которое неправильно типизировано. Кстати говоря, здесь есть еще одно сообщение, возможное решение этой проблемы. Объявить тип char представителем класса типов num. Если мы сделаем такое, то тогда подобного рода выражение окажется правильно типизировано. Как писать классы типов и как объявлять представителей классов типов мы посмотрим на следующих степах.